Упейте фиалки, ведь таких не найти вам. Взгляните, как яркий и душистый надилок. Расцветает шафран, незабудки тюльпан, по стране необъятна. Фиалка – сказочный цветок. Никто не может с этим спорить. Создание дивной красоты и удивительных историй. У каждой есть своя судьба и каталога описания. Но не придуманы слова, чтобы описать все создания. Здравствуйте, я Алина Меньшина. Весны приближения ощущаются с каждым днем. Не случайно полевчане начали отзываться на наш призыв о конкурсе «Полевские фиалки». Многие готовы рассказать о своих ярких, нежных, доставляющих радость цветах. И первая наша участница конкурса – Ольга Робертовна Никифорова. Знакомьтесь, Ольга Никифорова. Работает в научно-исследовательском центре Северского трубного завода. Она – лаборант химанализа. В лаборатории чистота, порядок, работа идет чередом. А вокруг – красота. Стеллажи, заполненные принцессами цветочного мира, фиалками. Ольга Робертовна их специально не покупает, не обменивает, не выписывает листочки через интернет-магазин от российских селекционеров. Просто люди дарят. Точно так же она и сама поступает. Дарит фиалки людям. Вот поделила стеллажи на три группы. Одна – для цветущих красавиц. Другая – ясли. Это отсаженные листочки. Наконец – группа детского сада. Это укоренившийся в земле листочек и дающий розетки. И тогда снова вырастают фиалки, выращенные в условиях лаборатории. Смотрите, фиалки, ведь таких не найти вам. Взгляните, как яркий и душистый на вилах. Расцветает шафран, незабудки тюльпан по стране необъятной. А фиалки без слов говорят про любовь. Поражает разнообразие форм и расцветок фиалок. Вот интересно, как эта Ольга Робертовна помнит все их названия? Я их не запоминаю. Вот этот называется Бакай Блашинг. То есть есть фиалки, у которых я знаю настоящее название. Есть фиалки, у которых я названия не знаю и даю им их сама. Вот это вот, у меня вот эта вот штучка, я ее называю Барышней Крестьянкой. Похоже? Вся в оборочку. Барышней Крестьянкой, правда. Вот я ее назвала так. Потому что она, ну вот такая. А настоящее название, вот сортовое, я не знаю у нее. А вот это вот сортовое название, это вот тоже есть сортовое название. Называется Крисмас Глиммер. Вот это, вам кажется, она банальная, а она мне очень нравится. И у нее сортовое название есть, называется Эмми. Это ее название. Как вы все запоминаете? А тут не так много их. Не так много. Ну сколько у вас от вида? Ну я думаю, что, наверное, около 20. А еще в коллекции хозяйки фиалок есть вот такая, ледяная фантазия. И есть один замечательный секретик выращивания этих нежных цветов. Я вот прихожу на работу, не знаю, это, наверное, ненормально. Прихожу, я всегда с ними здороваюсь. Ухожу, я говорю, да, милые, ночуйте с Богом. Одна из древнегреческих легенд посвящена таинственному происхождению цветков фиалки. Прекрасный Аполлон, бог солнца, развлекал себя тем, что преследовал прелестную молоденькую нимфу, дочь Атласа с жаркими лучами солнца. Бедняжка, изнемогая от бесщадного палящего солнца, взмолилась о помощи к самому грозному и могущественному из богов Зевсу. Расчувствовавшись, Зевс превратил ее в фиалку и укрыл от солнца в своих владениях, в тени кустарников среди леса. Спрятал от чужих взглядов, оставил лишь на любовании себе. Пока однажды дочь Зевса Прозерпина отправилась на прогулку в лес. Обнаружив прелестные цветы, Прозерпина нарвала букет, а на обратном пути ее похитил коварный Плутон. С испугу Прозерпина обронила букет, и фиалки рассыпались с божественных небес на грешную человеческую землю. А вот интересно, умеет ли Ольга Робертовна по одним листочкам определить название фиалки? Да, вот это вот, это тоже сортовая, она называется Супер Ди Юпер, почему-то такое вот название сортовое. А цвет какой будет? Розовая, ну просто шикарная. Она розовая, она очень крупная, просто очень крупная. И она вот прямо вот так стоит, что вот посмотри на меня, какая я. И вот между всеми ними всегда глаз падает на нее, когда она цветет. Она прямо вот так и говорит, вот я какая, посмотри. Если вам тоскливо и одиноко, купите листик фиалки, и вы приобретете себе подружку, которая будет радовать вас, наполнять дом уютом и красотой. Но при этом не забывайте, что мы в ответе за тех, кого приручили. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok